Здравствуйте! Сегодня мы встречаемся с очень интересными собеседниками. У нас в гостях председатель Симбирского центра православной культуры, профессор кафедры философии Ульяновского государственного педагогического университета Денис Макаров, а также матушка Магдалина, игуменья женского монастыря Архангела Михаила Симбирской губернии. Итак, Денис Владимирович, вот к вам первый вопрос. Ваш Симбирский центр православной культуры был основан в августе прошлого года, 2013. Что послужило основанием, во-первых, точкой отправной и точкой поворотной для его создания? Я намеренно выделяю два этих момента, то есть предпосылки и точка, которая позволила создать этот центр. Вы знаете, я думаю, что пришло время такого объединения за последние 20-25 лет, которые в России отмечены началом возрождения духовно-нравственных традиций православия, в обществе как бы выросло, возросло, окрепло новое поколение христиан. В основном это люди, пришедшие к вере в зрелом возрасте, которые опытно испытали приобщение к православной традиции, в каком-то смысле пережили на своем, так сказать, уровне духовное преображение, и связанные с приобщением к церковной практике. Конечно, пока это только малое стадо, и, в общем-то, хочется надеяться, чтобы это малое стадо воцерковленных людей, знакомых со святоотеческой литературой, чтобы оно не осталось одно само по себе, в своей среде, а начало бы в меру сил делиться с другими, и стало бы такой вот малой закваской, способной заквасить все тесто. И местом приложения подобной работы может стать уже не только приходская жизнь, но и деятельность в православных общественных организациях, предназначение которых быть открытыми к обществу. Радость вызывает то, что такие объединения сейчас создаются не только в столице, но и в провинции, например, вот у нас, в Симбирске, Ульяновске, где за последние три года создано уже несколько общественных православных организаций. Это, например, Союз православных женщин, Русский дом, Симбирская губернская община, молодежные движения, интернет-проект «Батюшки онлайн», а также созданный в 2013 году наш Симбирский центр православной культуры. Это в каком-то смысле говорит о жизнеспособности региональной православной культуры, показывает рост общественной активности мирян. Также следует отметить, что наш центр создан при поддержке губернатора Ульяновской области Сергея Ивановича Морозова, также главой города Марина Павловна Беспаловой, а вдохновителем и духовным лидером нашего центра является игуменья Магдалина, настоятельница женского монастыря Михаила Архангела. Ну, может быть, тогда как раз вопрос к Матушке Магдалине. Вот каковы задачи центра и какой спектр, собственно говоря, вот этих задач с Божьей помощью вы хотите охватить созданием деятельности центра? Вы знаете, что сейчас патриарх Кирилл большое внимание уделяет распространению православия в обществе. Значит, и монастыри, и приходы, все должны активизировать свою работу в помощь и в разъяснении нашего православия, нашей русской, именно православной культуры. И все-таки какие задачи вы ставите? То есть, что конкретно, чем конкретно будет заниматься центр? Центр уже занимается. Во-первых, мы организовали этот центр на базе нашего подворья. Монастырь находится в глухой деревне. И хотя и в 40 километров от города, но это тупиковая дорога. И деревня была вымирающей в свое время. Поэтому связь с городом, с организациями мы осуществляли через город, через подводья наши, где сейчас и находится центр православной культуры. Подворье – это не один дом, который сумели мы отстоять у государства. Он относился раньше к женскому спастскому монастырю, основателю этого города. Потому что он родился, этот монастырь, вместе с городом. 1648 год. Много было перетубаций, горело у нас, но в конце концов, он был почти весь снесен. Осталось всего там 3-4 домика от него. Естественно, храмы уничтожены. Да и все храмы города уничтожены. И вот эта тема истории, памяти, той культуры, которая была в городе, нам бы, конечно, хотелось в какой-то степени вернуть это раз. Во-вторых, привлечь молодежь к православной культуре, потому что эта культура вела наших русских людей к защите нашей страны, к патриотизму, к, как говорится, правильному развитию общества. Сегодня общество в нашей стране опять стоит на перепутье, раздираемое новыми и старыми идеями, разочарованием, неуверенностью в завтрашнем дне. Все это, как ржа железа, точит душу человека. Огорчаемся от зависти, утешаемся ненавистью, мельчаем, хоть микроскоп нас разглядывает. Чувствуем, что падаем и сами над собой смеемся. На ум невольно приходят некрасовские стройки. Бывали хуже времена, но не было подлей. Это и о времени, в котором мы живем сейчас, для которого типичны кризисные явления в общественной жизни, упадок морали и нравов. Симбирск называли когда-то дворянским гнездом. На симбирских землях располагались имения многих знатных российских фамилий. Симбирских горожан отличала высокая духовность. Не зря эта земля взрастила столько известных имен. Карамзин, Гончаров, Давыдов, Языков, Аксаков, Пластов. Их дела крепили мощь российского государства. Но вместе с тем и были ощутимые потери. В 20 веке наш город, будучи родиной Владимира Ильича Ленина, потерпел в сравнении с другими городами России, вероятно, наибольший урон, утратив все храмы, созданные за два века. И потеряв при этом не только свой самобытный облик, основу традиционной градостроительной композиции, но свое особое духовное пространство, основу духовной жизни в городе. Дух разрушения до основания властвовал в умах. Пытались создать новую религию и внедрить ее в народ. Не битьем-то кадры. 80 лет пытались. Но не прижились в народе новые идеи. Искали, искали, а лучшего не нашли. Природа пустоты не терпит. Опять общественное изломие. Опереться не на что. И наступил хаос. Лихие 90-е. 20 лет Россия пыталась найти свой путь. Начался поиск утраченных святынь. Духовный вакуум стал невыносим. Православные везде, или, скажем так, по крайней мере, стараются заниматься в одном направлении. А вот формы деятельности, так сказать, вот вы как директор центра, может быть, скажите? Я характеризую направление нашей работы. У нас пять основных направлений. Во-первых, это христианское образование, просвещение, воспитание. Куда входит поддержка направления подготовки теологии в Ульяновском педоуниверситете. Также поддержка таких школьных курсов, как социокультурные истоки, нравственные основы семейной жизни, основы православной культуры. Второе направление у нас — это развитие, поддержка христианской культуры, собственно, литературы, музыки, изобразительного искусства. Третье направление — семейно-демографическая политика. И этому вот посвящен наш семейный журнал. Четвертое направление — это участие в формировании архитектурного облика. Симбирско-Ульяновско и утверждение именно формирования духовного архитектурного облика Симбирска, как одно из пяти столиц православия, наряду с Киевом, Владимиром, Москвой, Санкт-Петербургом. Потому что, как известно, Священный Синод во время Великой Отечественной войны находился как раз в Симбирске. И пятое направление — это религиозный туризм и паломничество. Вот в этих направлениях мы строим свою работу. А можно привести хотя бы один пример, конкретно как реализуется то или иное направление? Ну, например, вы говорите, допустим, просвещение, христианское, допустим, культурное просвещение, связанное с христианством. Вот какой-нибудь пример какой-нибудь акции или программы, которая... Да, ну вот, например, мы недавно познакомились с программой для школы «Социокультурные истоки». Участвовали на международных семинарах в Чувашской республике. Проявил интерес к этому глава города Марина Павловна Беспалова также к этому проекту. И по инициативе Симбирского центра православной культуры мы обратились в университет педагогический, где по нашей инициативе был создан центр, научно-образовательный центр для подготовки кадров преподавателей по этой дисциплине. Мы пригласили специалистов из Вологды, организовали курсы, нам помогли наши депутаты городской думы, предприниматели. И мы сами, так сказать, тоже подключились. В итоге обучили первую группу преподавателей, которые ведут этот курс. 27 человек мы обучили вот на первую группу. То есть 27 человек с этого сентября уже начнут преподавать в школе. Да, Симбирский центр православной культуры оплатил обучение вот этим педагогам. Дальше мы надеемся продолжать также эту работу. Это самое начало, получается, вот этой деятельности в школе, в том числе по православной. Да, это вот впервые вводятся социокультурные истоки у нас с сентября. Вот мы уже к этой работе подключились. Здорово. Одной из задач, насколько я слышал, является и восстановление вот Спасского монастыря, да, женского, архитектурного просто восстановления, насколько я понимаю. Да, очень серьезный вопрос Вы задали, потому что восстановить может быть не совсем целесообразно в связи с тем, что снесено все дотла. И на нашей территории, где был монастырь, такие культурные заведения, как КДЦМ, Дворец культуры, огромный магазин с ресторанами. И третья площадь занимает МВД. И только маленький кусочек, одна четвертая или пятая часть от всего, это отведено нашему подворью. Что ж, неужели Вы всех хотите выселить МВД? Ну, это не так легко. На МВД, с МВД мы боремся уже третий год, и как будто дело продвигается неплохо. Они, наконец, согласились, что с удовольствием поменяют на другую площадь, более удобную. И мы ее выделили. Сейчас осталось дело за оформлением документов. И вот эта задача, которая была перед нами поставлена, мы заказали нескольким архитекторам не только города, но и в Москве. Много вариантов предложено. Вот три из них мы вам сюда принесли. Последний вариант, чем он интересен, вариант московского архитектора Анисимова, в том, что это будет как памятник нашей культуре, нашему городу, потому что он находится в самом центре. И там с большими объемами мы располагаем все, что относится к православию. Он нам кажется самым сейчас таким более правдоподобным. Правда, есть предложение сделать там женский монастырь, как это часто бывает, восстанавливая старинный монастырь. Но, вы знаете, принципы жизни по-настоящему монастырей не в центрах городов, а все-таки на их окраинах. Поэтому, когда в начале, это 20 лет назад, в 90-х годах, меня перевели в эту область, владыка, хотя и пытался отвоевать какую-то площадь, но наш ленинский мемориал, наше ленинское воспитание в этом городе, оно играло очень большую роль. Я как раз хотел задать вопрос, что не секрет, что Ульяновск до сих пор является некой меккой, будучи связанным с рождением вождя Ленина Ульянова Бланка, и, соответственно, для правоверных коммунистов, и справа является некой меккой. И вот как сочетается, не было ли противодействия, во-первых, в создании такого православного чуда? Может быть, у симбирцев, ульяновцев почитание вождя Ленина как-то сочетается с православием? Русский человек шурок, всякое бывает, как говорится. Вы знаете, для современного симбирска Ульяновска это, на самом деле, очень серьезная проблема. Во многом из-за этого до сих пор город не может себе вернуть историческое имя. Дело в том, что Симбирск изначально был опорой российской государственности. Как известно, до революции, еще начиная с XVII века, охранял восточные рубежи. Под Симбирском разбили Степана Разина, Емельяна Пугачева. Затем Симбирское ополчение сражалось с Наполеоном. И Симбирск в XIX веке стал своеобразным дворянским гнездом, что насло свое отражение в гербе города. Это колонна, которая поддерживает царскую корону. Затем, после революции, переименованный Ульяновск, тоже достаточно быстро становится одной из опорных точек уже нового советского государства, идеологическим центром, родиной Ленина. Именно с этим связано бурное развитие города во второй половине XX века, особенно в преддверии столетия со дня рождения Ленина, когда были уничтожены последние остатки Старого Симбирска, храмов, монастырей, соборов, и, в общем, перестроен весь центр города. Естественно, что ульяновский атеизм насаждался с особой силой, с особой яростью даже, можно так сказать, были уничтожены практически все православные соборы, храмы, монастыри. Скажите, а все-таки противодействие вашему центру? Это было создание, я имею в виду, может быть, не на уровне орг каких-то решений, а на уровне какой-то атмосферы? Бывает, знаете, сейчас даже храмостроительство, там возникают какие-то инициативные группы, которые что-то начинают бороться, кому-то это мешает. Вы знаете, мы столкнулись с противодействием, когда уже начали свои инициативы, предлагать на уровне министерств, на уровне общественных советов города. И вот, например, когда мы предложили одну из наших инициатив, это установление нового праздника, День русской литературы, пока на региональном уровне только, то вот тут тоже мы столкнулись с противодействием, что некоторые, так сказать, члены совета, общественные деятели, им не понравилось слово «русский», во-первых, что «день русский», давайте просто «день литературы» или «день российской литературы», в крайнем случае. — Вроде бы это сейчас уже даже и не модно, это там в 90-е годы русский, так сказать, под заплетом был, сейчас-то вроде как бы все щеголяют, наоборот. — Вот мы с этим столкнулись до сих пор. И также не понравилось то, что происхождение русской литературы связано с церковью, с деятельностью митрополита Илариона и с праздником Пасхи, когда впервые было прочитано слово «закон и благодати», первое русское художественное произведение. — Но это вы говорите про часть, как бы так называемой «передовой интеллигенции», в кавычках, да, или это как бы все-таки часть чиновничества? — Это интеллигенция. — Ну тут вот, коровская интеллигенция активная, которая как бы вот имеет какое-то влияние через СМИ даже. — Да, я хотела бы сказать. Дело в том, что почему мне пришлось предложить открыть там Центр православной культуры, потому что я надеялась на поддержку именно интеллигенции и нашей общественности, города православной. Сама с владыкой мы не могли осилить, например, даже забрать кусочек территории, которые, например, относятся к МВД. Хотя по закону они давно должны были нам ее отдать. Три года мы боремся, и до сих пор мы еще ее не отбили до конца. — Но вы же получили эту поддержку. Вот сидит профессор, действующий, так сказать. — Конечно, мы сдвинулись, мы сдвинулись. И очень хорошо. Но я говорю, насколько это все сложно у нас в Ульяновске. Ведь православие сейчас имеет очень много дополнений, толкований, ну и как бы народность, которая меняет его. Поэтому у нас, например, в нашем монастыре две сестры с отличием закончили Московский Тихоновский университет. То есть они очень четко подкованы в этих вопросах. Наш монастырь находится на краю губернии, рядом с Казани, то есть с Татарии. С другой стороны у нас Чувашия. Ну и немножко подальше – это Мордовия. Мордовия очень хорошо развивается. А вот Татария наша, она вносит дополнение, потому что очень много мусульманского населения как раз объезжает на территорию Симбирска, заселяет ее и так далее. То есть вот здесь есть такие вот накладки. — Понятно. Вот в открытии вашего центра участвовал председатель императорского палестинского общества Сергей Степашин в прошлом году, и он предложил какие-то варианты сотрудничества. Как это сотрудничество происходит? — Это еще было раньше, когда мы приехали в Москву, чтобы утвердить открытие нашего общества. Они поддержали нас, естественно, и сказали, но вы знаете, мы у вас там открыли палестинское общество. — Да. — И есть даже председатель Михаил Макаров. Вы будьте добры, пустите временно, и мы бы желали, чтобы вы с нами сотрудничали, с этим обществом. Отвели бы ему место, помогали. Вы знаете, нам понравилось это предложение. Поэтому вот у нас завязались такие тесные связи. — Вы выпускаете семейный журнал, я знаю, что уже начали выпускать. То есть вот он, этот семейный журнал, да? Какие задачи он ставит и пользуется ли он популярностью? Как он распространяется вообще? — Главная задача — это поддержка именно вот семьи, поддержка здорового образа жизни. В современной ситуации, когда так много разводов, так много, в общем-то, вот распада семей, вот, журнал, но, как вы видите, журнал, он такой носит, такой светский характер и оформленный, даже с дисками, и с дизайн-плазической музыки. — Да, приложение. — Это диск, значит, воспитанники нашей Балакирской школы искусств здесь записаны, исполняют классическую музыку. Но журнал проникнут как бы так ненавязчиво духом православия. Поэтому он направлен на широкую аудиторию, не только православную. В общем, он обращен ко всем и помогает решать вопросы вот именно в таком, в традиционном православном духе. — Понятно. А вот еще такой вопрос. Ваш центр православный Симбирский, ну, скажем так, какие у него перспективы, вот, у меня такое ощущение создалось, вот вы рассказываете, что все-таки как-то вы немножко так, ну, не то что замкнуты, но как-то пока... Понятно, что всего год прошел, да? Как бы собираетесь ли вы вот так широко развернуться, я имею в виду по многим? Вот и здесь школа, здесь там, вот и здание есть уже, да? Восстановление монастыря, понятно, это отдельное, как будто более даже традиционное такое дело. А вот куда еще вы хотите... — Как раз вот наш проект предполагает максимальную открытость городу и обществу, чтобы это было не только для православного мира, но чтобы это был центр для всего города. У нас в проекте запланирована и школа, и отделение теологии, и православный музей истории православия, и культурный центр, и выставочный зал. — И детский центр. — Да. — Сможет это преобразить город в губернию, как вы считаете? — Если удастся нам это все построить, организовать и сделать это действительно центром науки, культуры и досуга горожан, то, конечно, без сомнения. — Божья помощь чувствуете в этом деле? — Знаете, очень заметно. Хотя и идет сильная борьба, но Божья помощь ощущается. И вы знаете, у нас ведь существует союз православных женщин. Он как бы входит в состав центра. Эта организация была открыта немножко раньше. Здесь и медицина очень завязана. Например, председатель этого центра, хирург, женщина, которая в Афгане была на передовых точках. То есть она прошла войну. — И она директор учился от этого? — И это, да, очень сказывается на ее деятельности, на ее работе. Там же у нас директор Ашко. Вот, например, у нас мы сотрудничаем… — Участвуют, да, непосредственно? — Да, да, да. С третьей гимназией православной, где внутри этой гимназии восстановлен храм. С чего начинается Родина? С церквушки над тихой рекой, Со спасого древнего образа, С горящей свечи восковой. А может, она начинается С молитвы про бабки моей, С надельного детского крестика, С причастия у царских дверей. С чего начинается Родина? С часовни у красных ворот, С заступницы матушки Иверской, Которой стремится народ. С чего же она начинается? С признания в детских грехах Отчизна моя отражается В священника добрых глазах. С чего начинается Родина? С церквушки над тихой рекой, Со спасого древнего образа, С горящей свечи восковой. А где же она завершается В бездонной небесе не ве, Где время и вечность сливаются В молитве о русской земле. С чего начинается Родина? Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин